Привет! Лёшка Емельичев на проводе, Алексей Емельичев на связи. Сегодня коротенько, что нас ждёт в ближайшие месяцы, по моим подсчётам. И, в общем-то, начинается с того, что работы, в общем, на всех не хватает. Раз работы на всех не хватает, то и денег на всех не хватает. Соответственно, начинается грызня за каждую перевозку, за каждый груз, за каждого клиента. С одной стороны и с другой стороны начинается, ну, в общем, попытка поднять цену. То есть, если мы везём два груза, а не десять, то, чтобы содержать весь этот аппарат, нам надо цену поднять в пять раз. Чтобы прибыль с двух хотя бы равна стала прибыли от десяти вчера. То же самое происходит на границе, на самом деле. То же самое происходит в среде так называемых коррупционеров. Если раньше мы были добрыми, зарабатывая какую-то копеечку, то сейчас эту копеечку просто так уже не заработать, надо выдирать её когтями, зубами. Соответственно, кроме того, что цены повышаются, повышается ещё жадность, ярость атакующих работников некоторых государственных структур на клиента. Кстати, я могу сказать, что и аферизм тоже вырастает многократно. Те вещи, о которых я говорил по поводу китка в Китае, сейчас просто идут волной. Это эпидемия китков людей, которые покупают фракты, которые хотят хоть чуть-чуть сэкономить на расходах, покупая фракт чуть дешевле, пусть и у аферистов. Ну, а вернёмся к границе. Граница нас совсем не радует. Значит, конкретно сейчас на границе России и Финляндии происходит придирание к любой вещи. Ну, начиная от того, что вес у вас там на 20 килограммов, на машину 20-тонную не совсем сходится. И заканчивая тем, что груз у нас в рисках, и мы должны его обязательно посмотреть, обязательно отрентгенить. Не дай бог, на рентгене что-то непонятное всплывёт. Соответственно, почти по каждой машине выворачивают руки на предмет того, что отправить машину на СВХ на досмотр. Но речь не об этом, это, в принципе, понятная ситуация. Речь о том, как из этой ситуации выкручиваются многие экспедиторы в кодке, и как на самом деле выкручиваются многие перевозчики. И я был просто удивлён появлением в этой среде некой бумаги, декларации так называемой, которую заставляют клиента подписать. Смысл этой декларации не буду дословно и цитировать, расскажу смысл. Декларации в том, что, дорогой клиент, мы не знаем, что у вас за груз, у нас нет рентгеновского аппарата, мы не следим за системой управления рисками, новыми веяниями в этой области. Также у нас нет ручного весового механизма, чтобы взвесить ваш груз. Поэтому вся ответственность по досмотрам, осмотрам, наблюдениям, разгрузке на СВХ, рентгену и любым другим предъявам со стороны таможенников на МАП, уважаемый клиент, вся вот эта суета происходит исключительно за ваш счёт. Поэтому, если вы не докажете, что вина вот этих досмотров лежит на нас, то все расходы, связанные с СВХ, с простоями, с ещё какими-либо расходами, включая окна, взятки, вы покрываете из своего собственного кармана. Я знаю перевозчиков, которые не берут груз к перевозке, пока клиент такую бумагу не подпишет. Вот до чего дошла логистика в России в 21 веке. И это только начало. У нас ещё всё впереди. Самое веселье нас ожидает в самые ближайшие месяцы. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин